Девятилетний музыкант Станислав взял в руки саксофон три года назад. Тогда ему не повезло с учителем, в его способностях засомневались. Но позже он попал к педагогу с 30-летним стажем Олегу Апарину и стал одним из лучших юных музыкантов в Самаре. Как отмечают сами преподаватели, большое значение для учеников имеют инструменты, на которых они играют в школе. Главный инструмент, потому что когда приходит первоклассник и у него не получаются первые звуки, отбивается интерес. Вы знаете, сейчас не только технологии пошли вперед, сейчас пошла и музыка. Когда я учился в консерватории, у нас был лимит на духовые инструменты с 9 лет. Сейчас мне приводят шестилетки, я понимаю, что они творят чудеса. Вместе со своими учениками наставник осваивает новые инструменты. Их школа получила благодаря национальному проекту «Культура», который был разработан по указу президента Владимира Путина и реализуется в Самарской области под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона возглавляет в Госсовете рабочую группу «Культура» и уделяет особое внимание оснащению школ новыми инструментами. Среди новинок в школе аккордеоны, саксофоны, рояли и даже свеженапечатанные ноты. Для учеников и преподавателей это настоящий праздник. Эти инструменты сразу встанут в большом зале. У нас в школе очень много детей принимают участие в конкурсах разного уровня, от городских до международных. Но они вообще с трепетом относятся к сцене. Тем более им интересно, как звучит новый рояль. Это очень интересно, какие краски у него. Он тугой инструмент, не очень. Какая клавиатура погружения. Они же изучают и приспосабливаются к нему. Всего в Самаре 26 школ искусств. Из них выбрали 4 учреждения дополнительного образования, которые оснастили необходимым оборудованием. Обращали внимание на опыт и профессиональную подготовку. Проверяли сложность обучающих программ и квалификацию педагогов. Мы понимаем вместе с руководителями школ, с педагогами школ, что вот это такое обновление масштабное, оно именно для наших детей. И национальный проект культуры, вот эта его часть, совершенно действенная, понятная, эффективная и доступная буквально очень-очень многим детям. Сейчас весь педагогический коллектив, ученики Центральной музыкальной школы активно готовятся к новому учебному году. Из-за эпидемиологической ситуации вопрос с конкурсами остается открытым. Но, как говорят наставники, подготовку к ним никто не отменял. Мария Ильевна, Григорий Плешаков, События.